Музыка Почти два года главные новостные порталы заполнены только одной темой Коронавирусная инфекция Ежедневно мы анализируем цифры заболевших, выздоровевших и ушедших в мир иной И если кто-то есть из нас, кто считает, что нас это не коснется, вы ошибаетесь Нас это всех касается Сегодня об этом мы поговорим с врачами Заведующим поликлиникой городской больницы номер один Дмитрием Анатольевичем Батуевым И Татьяной Шагедуловной Грищенко, врачом-эпидемиологом Скажите, сколько сейчас находится пациентов больных в ковидном госпитале? Порядка 70 человек в ковидном госпитале На 200 коек у нас развернут госпиталь То есть омикрон еще пока только на пороге? Да, потому что на сегодняшний день у нас идет рост пациентов, которые лечатся амбулаторно Если у нас было раньше 50 больных, 60 пациентов первичных больных То сегодня эта цифра выросла примерно в 3-4 раза И, соответственно, и вызова скорой медицинской помощи у нас выросли примерно где-то в 3 раза Инфекция на более легкая сейчас протекает Не исключено и тяжелое поражение ковидных пациентов Поэтому нагрузка сейчас у нас в основном падает на амбулаторное учреждение То есть на амбулаторный инфекционный центр А в ковидном госпитале есть люди под аппаратом искусственной вентиляции? Есть. Развернуто 15 реанимационных коек Эти койки постоянно заняты Порядка 10-12 человек у нас постоянно находятся на реанимационных койках И, к сожалению, есть летальные исходы Печальные новости приходят каждый день? Практически каждый день, да Новый штамм омикрон что на себе представляет? Вирусы, они же постоянно меняются Для того, чтобы выжить в этом мире, будем так говорить, нужно под него подстроиться И периодически вирусы, как и все микроорганизмы, они меняют, происходит мутация, меняется их неостроение и так далее Нужно ли на него обращать внимание? Ведь он может проходить бессимптомно? Однозначно у нас и дельта штамм могло проходить бессимптомно Мы же с этим сталкивались раньше Потому что когда у нас сейчас идет вакцинация населения от коронавирусной инфекции Многие приходят и говорят, я переболел А когда переболел? Да не знаю, вот иммуноглобулины есть, а я не знаю, когда я болел Или один день температура была 37 и все, и больше я не болел Поэтому тоже было течение, и легкое течение было дельта штамма И бессимптомное, то есть только носительство, да, и тяжелые формы, и средней тяжести Поэтому также омикрон, это может быть бессимптомное течение, может просто носительство А может протекать в легкой степени, в средней степени тяжести Чем характеризуется? Если дельта штамм поражал, нижние дыхательные пути в большей степени То есть мы знали, что практически у многих была пневмония, это нижние дыхательные пути. А сам микрон, он поражает верхние дыхательные пути, что сопровождается боль в горле, першение, кашель, бронхиты. Симптомы, которые вы только что перечислили, бывают у многих, особенно в зимний период. И нужно ли людям обращаться в поликлинику, если почувствовал недомогание? Мы же ожидали увеличения заболеваемости, увеличения количества пациентов. В принципе, мы готовы к подъему заболеваемости. Увеличили просто количество сотрудников, которые обслуживают колл-центры, увеличили количество телефонов, номеров, увеличили количество специалистов, которые будут принимать звонки от населения. Есть два номера, это 42490 телефон и 38936. По этим двум номерам можно звонить с 8 до 20 ежедневно, включая выходные дни, задавать вопросы операторам, которые будут отвечать, что мне делать. У меня температура 37,2 держится, 3 дня, 2 дня, какое-то недомогание. Это моя работа, мне нужен больничный лист. Ходить мне на работу, не ходить. То есть вот такие вот вопросы можно задавать. И по этому же телефону можно вызвать врача на дом из амбулаторного инфекционного центра. Мы не пользуемся непроверенными слухами, но говорят, что нет тестов на выявление омикрона. Нет, смотрите, тестов на омикрон нет. У нас их в России нет. Больше 300-200 москов мы ежедневно отправляем в наши лаборатории, в ПЦР-лаборатории, которые занимаются диагностикой. На основании каких-то своих критериев лаборатория, специалисты лаборатории отбирают и отправляют это в Институт эпидемиологии гриппа, который находится в Москве. Поэтому так называемое секвестирование проводится уже на федеральном уровне. То есть наши лаборатории в крае, это в России так у нас, понимаете, такой порядок. Для нас, в принципе, не принципиально какой штамм коронавируса, потому что все на сегодняшний день штаммы, которые находятся на территории Приморского края, вы знаете, что в ноябре мы вошли, да, в коронавирусную инфекцию к нам пришла дельта. Вот, и у нас начался резкий подъем эпидситуации именно на территории Приморского края, на территории Артемовского городского округа, и фактически без передышки мы сейчас входим в новую сложную эпидемиологическую ситуацию. К нам приходит омикрон. И говорить о том, какой штамм, наверное, не актуально, потому что у нас персистирует на территории и дельта, и омикрон. Омикрон, он высококонтагиозный. Фактически у него контагиозность составляет 80%. О чем это говорит? Это из 10 контактных 8 человек заболевает. И, к сожалению, первые, кто почувствует и жители нашего Артемовского городского округа, это будет детское население. Потому что дети более подвержены, детские коллективы более плотные, менее всегда организованные. Детей заставить выполнять эпидемиологические правила очень сложно. Поэтому дети первая часть нашего населения, которая начнет болеть, а дальше они начнут приносить домой родителей. И уже от правильных действий родителей, именно граждан, которые могут принять решение, будет зависеть дальнейшее течение у нас данного заболевания. Люди очень часто жалуются на то, что ПЦР-тесты выдают недостоверную информацию. Вы знаете, наверное, нельзя говорить, что они выдают неправильную, недостоверную информацию, потому что все-таки зависит очень большой процент вероятности положительного теста именно от момента, когда его берут. Не всегда ПЦР-тест может дать положительную информацию. Мы сталкиваемся очень часто с ситуацией, когда при поступлении пациента по той же самой скорой помощи пациенту оставляется экстремент на госпитализацию, проводится экспресс-тест. Экспресс-тест может быть отрицательным, но это не значит, что через два, через три дня он не станет положительным. Поэтому вирус, он тоже пытается выжить, он тоже коварное существо, поэтому мы его можем выявить только в тот момент, когда он находится на слизистой. ПЦР-тест – это единственное средство определить заболевание? На сегодняшний день для нас это основное средство для определения заболевания и самое главное. Для нас ведь, еще раз повторюсь, неважно, какой вид штамма, для нас важно то, что у пациента есть коронавирусная инфекция, и мы готовимся к ее осложнениям. Несмотря на то, что микрон протекает более легко, 92% заболеваний протекают все-таки в более легкой форме, госпитализации значительно меньше, о чем можно говорить даже по госпитализации в наш госпиталь ковидный, но в любом случае те осложнения, которые коронавирус дает после выздоровления пациента, они сохраняются. Может быть в меньшей мере, но они сохраняются. Вакцинация – единственный способ защитить себя и всех нас. Единственным профилактическим средством, наверное, не совсем правильно я скажу профилактическим, специфическим профилактическим средством является вакцинация. И хочется отметить, что все-таки это достижение, наверное, нашей вирусологии, то, что наша вакцина, гам-коид-вак, международное название спутник ВИИ, она сохранила высокую эффективность. Эффективность заключается в том, что производители гарантируют исключение смертельного исхода, высокий процент, что протекание заболевания будет в тяжелой, среднетяжелой форме – малый процент. Да, заражение возможно, но заболевание будет протекать в легкой гриппоподобной форме. То есть пациент фактически не получает тех повреждающих факторов здоровья, которые может получить пациент, который был не вакцинирован. Дмитрий Анатольевич, я не врач и спорить с вами не буду, но есть очень много случаев, когда люди привытые, заражаются, болеют тяжело, и даже летальные исходы. И мы с вами об этом знаем. Абсолютно правильно есть. Если вот взять даже, да, вот по вакцине гам-коид-квак, мы будем о ней говорить, тот же самый гам-олей, он не дает стопроцентную вероятность эффективности вакцины. Он изначально давал 91%. Вакцина – это 1,5 иммунитета. Мы на основании вакцины формируем антитела защитные. Это всего лишь 20% иммунитета. 80% иммунитета – это правильное питание, правильный образ жизни, профилактические мероприятия, это соблюдение мер безопасности. Это все формирует именно общий комплексный иммунитет. Если мы будем исключать 80% другого иммунитета и будем опираться только на вакцинальный иммунитет, естественно, вероятно, заболевание будет довольно высокое. Но хочется отметить, ведь люди, которые вакцинируются, большинстве своем у людей бытует неправильное представление. Они считают, что, сделав вакцину, уколов инъекцию, ровно через 3 дня они защищены. Нет. Гамм-Коид-Вак – это 2-х векторная вакцина. Мы сделали первый вектор, подождали 21 день. Сделали второй вектор, подождали 21 день. Естественно, максимальная защитная функция у этой вакцины наступит через 40-2 дня после первого вектора. А есть ли цифры? Сколько у нас в Артеме вакцинировано? На сегодняшний день у нас вакцинировано 62, 63,4% от населения. То есть нам нужно привить еще 17%, примерно 20% еще населения нам нужно привить. 80% – это та иммунная прослойка, которая позволяет создать коллективный иммунитет. Когда вирус, попавший в среду, иммунную среду, будет потихоньку затухать. На сегодняшний день мы пока не достигли, поэтому мы получаем развитие вирусной инфекции, мы получаем рост заболеваемости. Если вы обратили внимание, фактически у нас каждые 8 месяцев появляется новый штамп. Но обратите внимание, что все-таки клиника, особенно стечение инфекции, она идентичная. И если сравнивать заболеваемость прошлых лет и тяжесть течения, когда только начиналось, мы видим, что вирус становится более агрессивным. Появились пациенты с постковидным синдромом, которые переболели ковидной инфекцией, но которые продолжают болеть. И это будет течь у них еще от 3 до 6 месяцев, к сожалению. Поэтому все-таки мы надеемся на затухание вируса благодаря коллективному иммунитету. Потому что если провести статистику тех пациентов, которые поступили в наш ковидный госпиталь, 95% пациентов это не вакцинированные. К вопросу о том, что погибают вакцинированные пациенты, надо же проводить расследование, когда вакцинировался пациент, сколько прошло времени, когда заболел, а входит ли он в группу риска. Понимаете, у нас же еще большой процент это больные с короническими заболеваниями. Ревакцинация через не менее чем через 6 месяцев после первичной, законченной двукратной вакцинации и через полгода после перенесенной инфекции. То есть обязательно ревакцинация нужна. Вакцинация против новой коронавирусной инфекции, она же уже включена в наш национальный календарь профилактических приевок. По всей вероятности будем приеваться ежегодно. Это как любая респираторная инфекция, так же как и при гриппе. Когда у нас пандемия, наконец-то она же когда-нибудь закончится у нас, у нас будет это... Да это очень надеемся. Да, конечно, мы надеемся, что она закончится наконец-то когда-нибудь, да, и мы будем приеваться уже просто в порядке профилактических мероприятий, приеваться будем. Еще один не менее важный вопрос. Люди, переболевшие, когда, через какой срок должны вакцинироваться? Надо внимательно читать документы, да. Вот вы переболели, например, в январе этого года. Ну, я, к примеру, говорю, пациент переболел, да? Ему приходит на госуслуги QR-код, что он переболел. Вот в январе он переболел. Через полгода он сделает себе, должен сделать, по крайней мере, ревакцинацию, ввести спутник Лайт, одну дозу. А сертификат ему выдается на год от момента перенесенной инфекции. То есть, понимаете, сертификат фактически дается на полгода, а срок ставится на год от момента перенесенной инфекции. То есть получается неразбериха? Ну, как сказать, да, для населения неразбериха. Просто нужно вот внимательно читать то, что написано в документах. Появилась вакцина для подростков. В Артеме она уже применяется? 900 доз мы получили на территории Приморского края. 900 доз. Почему? Потому что вакцина получалась, получали ее только по предварительной заявке. Какие сейчас порядки? То есть не так, что пришли в школу, привили, кого захотели или кого не захотели, всех подряд. Нет. Если от 12 до 15 лет родители дают разрешение на вакцинацию своего ребенка, от 15 лет и до 18 лет уже дают согласие самостоятельно подросток. Поэтому по предварительным заявкам вакцина на территорию Приморского края была получена. Ну, соответственно, согласно заявкам, она по территории была распределена. На территории Артемовского городского округа вакцины пока нет. То есть, если есть желающие родители, желающие подростки сделать себе прививку, необходимо просто сделать предварительную заявку в поликлинику, в детскую поликлинику. Как работает АВИЦ? Как туда попасть? Как туда записаться? Ведь там же ведь не только люди заболевшие, но и люди с обычной простудой всех отправляют в АВИЦ. У нас функционирует на Партизанской, 18, амбулаторно-инфекционный центр. Он работает с 8 часов утра до 22 часов. Мы получили несколько часов назад приказ, по которому данный инфекционный центр будет переведен в дальнейшем на круглосуточный режим работы. Дополнительно, чтобы разделить потоки, мы открыли инфекционные кабинеты в Артемгрессе, открыли на Угловом. Они со вчерашнего дня работают и принимают пациентов, проживающих в ближайшей территории. С сегодняшнего дня у нас запускается такой же инфекционный кабинет в заводском. Во-первых, это будет более удобно жителям. Во-вторых, мы дополнительно снизим нагрузку с нашего основного амбулаторно-инфекционного центра. Ну и плюс это разделение потоков. То, о чем мы с вами говорим. Прежде всего, пациенты делятся на первичных и на вторичных. Первичные пациенты обычно принимаются в первой половине дня. Вторичным пациентам назначается время приема после обеда. Для того, чтобы люди, которые переболели, либо которые уже получили какую-то медицинскую помощь и не являются уже настолько, скажем, срочными в оказании медицинской помощи, вот они могут подождать. В первую очередь, все-таки первичный пациент. А на сегодняшний день Минздравом нам разрешено, Минздравом Российской Федерации разрешено оказание помощи на дому. То есть, по сути, пациенты, которые не входят в группу риска, пациенты, которые заболели повторно, пациенты, которые вакцинированы и заболели, появилась клиника УРВИ, им не надо идти в ВИЦ, им достаточно позвонить по телефону регистратуры и получить консультацию. Большинство им такие пациенты будут лечиться на дому, им будет также открываться больничный лист, при необходимости к ним придут, возьмут мазок на дому, назначат лечение, полное наблюдение на дому, что будет тоже дополнительно очень удобно для жителей нашего города. Дополнительно мы усилили аудиообзвон пациента. Что такое аудиообзвон? Это когда пациенту звонит медработник и по алгоритму задает вопросы. По этому алгоритму дальше дается оценка состояния здоровья этого пациента. В случае, если он бессимптомный, либо у него малая симптоматика, он может наблюдаться дома. В случае, если при обзвоне пациенты легкие, бессимптомные, они будут обзваниваться один раз в три дня, пациенты средне-тяжелые, либо пациенты, которые не могут сами прийти, кого будут наблюдать на дому, они будут обзваниваться ежедневно. Если будет замечено нарастание клиники, либо ухудшение состояния, таким пациентам будет автоматически направляться инфекционная бригада. Давайте с вами смоделируем ситуацию. Человек несколько дней болеет, температура 39, обращается по телефону горячей линии, вызывает скорую, вызывает врача на дом. Ему отвечают, у нас нет врачей, они не могут выехать к вам на дом, приезжайте к нам в АИЦ. И человек в таком состоянии вынужден ехать по АИЦ, и после чего его срочно госпитализируют. Вот как в такой ситуации поступать? И таких примеров очень много. Температура 39, и он несколько дней сидит дома и ждет. Чего он ждет 39, температура дома, 3 дня, 4 дня? Это тоже вопрос, конечно. Понимаете, вот с этого давайте начнем, что не надо доводить себя до такого состояния, чтобы уже тебя надо госпитализировать сегодня. Я не зря сказал перед этим о том, что мы дополнительно усилили регистратуру, мы дополнительно усилили именно службу аудиообзвона. Для чего? Для того, чтобы эти службы были доступны. Куда сможет поступить звонок от пациента, у которого появилась первичная, может быть, клиника УРВИ, пусть это будет поле в горле, пусть это будет заложенность носу, пусть это будет температура 37. Когда человек может получить консультацию, и четко ему будет определена, когда, куда он может обратиться. Дополнительно, что хочу сказать, у нас будут открыты в инфекционном центре на партизанской 18 кабинеты по предварительной записи и в порядке живой очереди. Потому что, к сожалению, несмотря на то, что мы пытаемся разделить потоки первичных и вторичных пациентов, очень часто пациенты идут тогда, когда им удобно. То есть объяснить бывает пациенту сложно, что в первые половины дня идет самая, скажем так, заразная часть населения. Неправильно говорю немножко, но люди, которые представляют наибольшую эпидемиологическую опасность для окружающих. Повторные пациенты, у которых уже диагноз установлен очень часто, у них может и не быть положительного мозга, они все равно приходят в это время. Но это выбор пациента, мы здесь не можем на них влиять. Дополнительно, что мы сделали и делаем, будет открыт кабинет для легка, скажем так, заболевших пациентов, где клиники большой не будет. Эти кабинеты будут идти по принципу проточных, то есть работа будет идти быстро, пациенты будут проходить быстро, массово. Дополнительно будет открыт кабинет для тяжелобольных. Открытая кислородная комната, и эти пациенты в первую очередь будут получать помощь. Мы почему-то перестали носить маски, мы перестали соблюдать дистанцию. Общественный транспорт, там не только пассажиры, там водители без масок. Ну ведь разве отменяли масочный режим? Нет, конечно, такой сложный период. Так что нам сделать? Как защитить себя, это дежурные слова, да, и своих близких? У нас как, пока... Петух не клюнет? Не клюнет, да, никто не вспомнится, да. Контроля, понимаете, контроль должен быть. Те же самые пассажиры, те же самые водители, те же самые торговые центры. Но ведь вводили драконовские штрафы по несколько сотен тысяч рублей. А немножко успокоились, понимаете, уже вот как-то все это, понимаете, привыкаем, что ли, мы к этой ситуации. На самом деле никто не отменял и масочный режим, и обработку рук, и социальную дистанцию. Но ведь даже в лечебном учреждении, да, мы вот мы ходим постоянно по коридорам, люди приходят, нет, ноги сидят в масках. Маски, конечно, помосят неправильно, да, носы голые, мы же защищаем дыхательные пути. Абсолютно, защищают боровые, подбородки. Вся инфекция идет через нос, понимаете, через слизистую носа. А мы сидим, маска одета на рот, на подбородок, делаешь замечания в поликлинике, народ как-то, кто-то реагирует спокойно, кто-то начинает еще вопросы какие-то задавать параллельно, да? Вообще все агрессивно. Да, население как-то вот особенно, вот, не знаю. Это особенность нашего русского менталитета, любое что-то непривычное, страшное, мы сначала проходим стадию испуга, потом отрицание этого испуга, начинаем думать, почему мы испугались, а дальше у нас наступает третья стадия, стадия расплаты. И, к сожалению, мы как медработники это очень хорошо чувствуем на себе. Вот, наверное, все-таки виновата сама обстановка, что это очень длительный уже течет процесс, да, два года. Люди привыкли к этой угрозе, многие начали ее воспринимать как повседневную составляющую жизни и стали ослаблять свои действия. Этого делать ни в коем случае нельзя. Почему? Потому что, еще раз говорю, в большинстве своем не просто ковид страшен, страшны его последствия. У нас резко возросло количество инфарктов миокарда, у нас резко возросло количество инсультов, у нас резко возросло количество именно тромбофлебетических осложнений. Это все результаты повреждения вот именно системы свертывания крови, которая вызывает ковид. И такие процессы текут очень длительно. И люди, которые пролежали в госпитале, им обычно всегда пишется, всегда пишется, то, что им необходимо делать, как лечить постковидный синдром. Такое лечение подразумевает не менее трех месяцев лечение дополнительно, причем дорогостоящими, в большинстве своими импортными препаратами. А, кстати, есть лекарства от этого заболевания? Конечно, противовирусные препараты у нас на сегодняшний день, это наши отечественные препараты, которые очень хорошо работают при ковидной инфекции. Мы ими лечимся уже сколько? Второй год мы ими лечимся, то есть как-то вот уже... Они эффективны? Конечно, эффективны. Они эффективны. Первый, который был препарат, это коронавир появился. Сейчас их, это уже целая линейка препаратов, они эффективны. Единственное, что все препараты, давайте четко понимать, что все-таки лекарственная терапия, это химиотерапия. Она что-то лечит, да? А что-то преждает, да? Препараты тяжелые. Поэтому все-таки профилактические мероприятия должны стоять во главе угла. То есть принцип гигиенический должен быть главный. И хочется порекомендовать все-таки нашим жителям города, кто болеет, кто находится дома, что основное все-таки это проветривание помещений, то, что они могут сделать. Основное это ношение все-таки масок, соблюдение масочного режима, особенно когда находятся в каких-то коллективах. Это соблюдение правил гигиены, да, рук, потому что в большинстве мы всю инфекцию разносим именно руками. Если в семье есть пациент, если есть больной, да, пациент, ОРВИ или это коронавирусная инфекция, то есть ношение масок, Дмитрий Анатольевич сказал правильно, в семье должны носить маски. То есть даже дома? Конечно, однозначно. Во-первых, не одну на три дня. А, это при условии, что в семье есть заболевшие. Да, что пациент есть, да. У нас же сейчас многие лечатся дома, амбулаторно. Один заболел, папа, мама, там, ребенок заболел, папа, мама, бабушка дома. То есть обязательно наношение маски. Маски меняют, соответственно, ну, желательно каждые три часа. Ну, есть такая возможность или нет, ну, ни одна маска на три недели, да, будем так говорить. Обязательно проветривание помещений, то есть каждые три часа проветривать необходимые комнаты, там, где находится пациент. Вот, и желательно пациента, ну, не пациента, члена семьи, который болеет, выселить в отдельную комнату, да. Ну, желательно так, чтобы он там находился. При возможности. Да, чтобы он не находился на общих площадях во всех, ну, там, на всей территории квартиры, а сидел потихонечку, лежал в своей комнате. Так будет лучше для окружающих, понимаете. Да, ну, не срока, а лечился потихонечку у себя в комнате. Потом, по контактным, что делать контактным? Вот вопросы многие задают, а надо ли нам обследоваться, да, контактным. На сегодняшний день мы контактных не обследуем до тех пор, пока, если не появятся какие-то клинические проявления, да. Ребенок заболел, мама через 3 дня, там, будет звонить по телефону, вот, который ему указали, спрашивает, будет говорить, да, вот, у меня ребенок болеет, у меня появились какие-то такие симптомы, там, что мне делать? Все, пациент уже перешел в стадию, контактный перешел в стадию пациента, поэтому уже это больное, ему тоже, ну, необходимо лечиться. Ну, и больничный лист открывать, если это необходимо. А до тех пор, пока контактные находятся без клинических симптомов, их обследовать нет необходимости, изолировать нет необходимости, ну, по возможности, конечно, можно оставаться дома, не ходить там на работу, если есть такая возможность. Мне кажется, что режим осторожности, когда люди надевают маски, руки протирают спиртосодержащими препаратами, они, это не единственная панацея. Ведь вы вспомните, когда только появилась коронавирусная инфекция, обрабатывали общественный транспорт, обрабатывали магазины, сейчас этого, к сожалению, нет. То есть, не только люди виноваты в своей безответственности, но и должностные лица тоже. Нет, ну, магазины-то, я надеюсь, все-таки, это называется текущая дезинфекция, я надеюсь, что магазины... Она проводится и раньше проводилась, до пандемии проводилась, безусловно. Ну, в сегодняшний день никто ее не отменял, я надеюсь, что все-таки применяют дезинфицирующие средства у нас в магазинах, там, кинотеатрах. На это хочется надеяться, но не всегда это получается. Ну, вот в транспорте, я тоже не знаю, как вы, навряд ли это проводится сейчас, если раньше проводили, видно было, да, что проводили дезинфекцию в автобусах, по потекам на креслах, на окнах и так далее. Сейчас многие врачи говорят о том, что пик заболеваемости омикроном придется на середину февраля. У нас он тоже пока еще не наступил. Что нам ждать в ближайшее время? Мы моделируем ситуацию, пятикратный подъем заболеваемости. Естественно, это наложит определенные сложности на функционирование системы здравоохранения. Это будет очень тяжело медработникам, это будет очень тяжело пациентам. У меня большая просьба пациентам все-таки сдерживаться, проявлять выдержку. В любом случае мы окажем помощь всем. Да, могут быть задержки, да, скорее всего, они будут. От этого мы не уйдем. Если анализировать ситуацию Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, да, там именно так и происходит. Не может плановая система здравоохранения вытянуть вот такой резкий подъем заболеваемости. То есть, со своей стороны мы стараемся сделать все, вплоть до того, что мы переводим инфекционный центр на круглосуточный режим работы. То есть, если кто-то не может из пациентов обратиться в дневное время, он может прийти в ночное время, когда пациенту удобно. Если пациенту стало плохо ночью, и у него есть возможность, да, прийти, он может обратиться в любое ночное время. Дежурная служба будет работать. Поэтому это основное. И обязательно хочется обратить внимание на то, что все-таки здоровый человек не тот, кого лечит, а тот, кто предохраняется. Поэтому, прежде всего, естественно, это санитарные требования, ношение маски. Это при наличии какой-то начинающейся клиники обязательно обильное питье. Это не менее полутора-двух литров жидкости. Жидкость должна быть не холодная. Желательно, чтобы это были компоты. По возможности, чтобы была добавлена кислая ягода. Она стимулирует именно дезинтоксикацию, облегчает общее состояние. Это прием жаропонижающих, но ни в коем случае не назначение себе самостоятельно лекарственных препаратов. И никаких, тем более, антибиотиков. Это рецепт от доктора Батуева. Это рецепт от доктора Батуева. Да, и я хотела бы еще добавить. Если вы почувствовали, что вы как-то себя не так чувствуете, как хотелось бы, да, ну, температура поднялась, слабость и так далее. Ну, не надо ходить на работу в этот день. Вы же понимаете, что вы сходите на работу, толку от этого не будет никакого. А вы можете заразить, если у вас новая коронавирусная инфекция. Вы заразите за сегодняшний день ни одного человека. Если вы видите, как в коллективе у вас сотрудник заболел, отправляйте его домой. Не надо, чтобы он сидел с вами в одном кабинете 8 часов, 10 часов. Пусть он идет домой лечиться, будет ему лучше и вам, и вы не заболеете. То есть, ну, вот, надо внимательнее относиться, да, к себе, к своему окружению и по возможности как-то вот все это решать оперативно. Я не буду никого призывать беречь себя и своих близких. Просто думайте сами, стоит ли оно того же. На этом я с вами прощаюсь. Всего доброго, до свидания. До новых встреч, в мире. Не болейте. Не болейте.